Саламас Тармак Курмете Утандастар Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я сегодня хотел бы прямой эфир посвятить итогам общенародного освободительного протеста Бостандык, который проходил в большей степени 9 июня, частично был сегодня, 10 июня. Хотел бы дать ему всему этому событию оценку, озвучить наши дальнейшие планы, рассказать о планах власти, рассказать, каким образом власть будет пытаться добиться, расколоть наше общество, как это происходило 30 лет при правлении Нурсултана Назарбаева, и добиваться, чтобы эта власть в итоге стала монархической для семьи Нурсултана Назарбаева, чтобы Дарига стала президентом, какие приемы будут использоваться властью. Многие из вас сегодня очень сильно разочарованы, потому что вы пошли голосовать за куклу Нурсултана Назарбаева-Кусанова. Многие мне не верили, подвергали меня острой критике, но после того, как вчера еще даже не были озвучены итоги выборов, более того, они до сих пор не озвучены. Это так называемый экзит-пул, когда подручные режима, некая структура, только им разрешалось этим заниматься, они озвучили якобы на основе общественных опросов, итоги выборов. И, по сути дела, это та цифра, которая была нарисована в кабинете у Нурсултана Назарбаева. И вот, собственно, даже не были объявлены реальные подсчеты голосов. Так вот, вчера Хасанов, это кукла Назарбаева, и я так понимаю, что теперь все те, кто доверял ему, верил ему, они прекрасно понимают теперь, что они стали жертвой обмана, жертвой своей наивности, жертвой своих ожиданий. Хотя я очень подробно объяснял, какие будут последствия. Конечно, в этом направлении работали очень много разных пропагандистов, и мне трудно говорить, что это вина нашего народа, что они не увидели в этом бывшем комсомольце, по сути дела, предателя национальных интересов, который вступил в сговор с политической верхушкой Нурсултана Назарбаева. Это в большей степени связано с тем, что в нашей стране запрещало заниматься политической деятельностью, в нашей стране независимые средства массовой информации были уничтожены, в нашей стране все те, кто могли независимо изложить позицию, их преследовали, закрывали им рот, сажали в тюрьмы, убивали. И это все, конечно, привело к тому, что наш народ в политическом отношении безграмотен, наивный и верит любым каким-то призывам, любым даже признакам, что вот кто-то красиво поет, кто-то хорошо говорит, и вот, собственно, Хосанов выполнил такую роль, выполнил такую роль, рассказал, что якобы он был в оппозиции, вот, врал все время, и многие ему повелись, и до сих пор какая-то часть будет продолжать верить, находить объяснение, говорить, что на него надавили, запугали, посмотрите, когда он делал заявление, как у него тряслись руки, в общем, найдут тысячу объяснений, чтобы оправдать свои надежды, чтобы продолжать верить до последнего. Поэтому я буду продолжать объяснять замыслы власти, замыслы именно на султана Назарбаева и узкой политической группировки вокруг него, но прежде всего потому, что я очень хорошо знаю лично каждого из тех, кто принимает политические решения, во-первых. Во-вторых, я знаю, что многие требуют бумажных доказательств, видео доказательств, что вот сидит человек, вот рядом с ним напротив, ну, султан Назарбаев, и вот, когда вот эти доказательства я поверю, придут вот так вот, тогда я поверю. Вот, но, к сожалению, таких доказательств вам мало кто может предоставить, и на самом деле это очень просто судить по поступкам человека, по его действиям. И с учетом того, что я последние два года активно занимаюсь именно публичной деятельностью, рассказывая о планах власти, заранее рассказал, больше чем за год, о том, что предполагаются досрочные выборы, о том, как Назарбаев будет структуровать власть, кого он будет использовать. Еще в прошлом году, в июне, я рассказал заранее, что Хасанов будет создавать некое политическое движение, во главе которого он будет стоять, и идея использовать так называемые нацпатов, нацпатриотические идеи, во главе оформить Хасанова, и затем увести в сторону тех людей, которые, скажем, попадутся на этот обман. Это обман произошел. И вы вчера в этом убедились. Возвращаясь к митингам, я оцениваю, что митинги прошли очень хорошо, что наш народ, наверное, впервые за многие годы показал единство. Тысячи людей вышли в Астане, тысячи людей вышли в Алматы, меньше значительно вышли в регионах, но там тоже сделаны определенные шаги. Сейчас только по Астане задержанных этой властью свыше тысячи человек. Свыше тысячи человек. При этом очень много было случаев, когда протестующие вытаскивали людей из автобусов, протестующие сами ломали двери, выходили с автобусов, которых полиция разместила, чтобы отвезти полицейский участок. Были случаи, когда более сотни покидали полицейский участок, просто выходили и все. Поэтому представьте себе, что в Астане свыше тысячи человек были задержаны, свыше тысячи, это только по официальным данным. И в мест спецприемниках не оказалось. И протестующих начали увозить соседние города в Караганду, Ковчетав и другие населенные пункты, которые находятся на расстоянии до 200 и более километров от Астаны. Представьте себе масштаб протестов. Конечно, государственные средства массовой информации или средства массовой информации по контролю Назарбаева они не показали. Но вы должны понимать, что приблизительно 10-20%, приблизительно такой процент был в задержании от общего количества протестующих. Поэтому вы видели видео протестующих довольно много было. Исчисляемые не сотнями, как некоторые эксперты так называемые говорят, что вышли сотни, а именно тысячи. Ну представьте себе, если только в Астане свыше тысячи, в Алматы задержали больше 500, а каких идет сотнях? Именно тысячи. О чем это говорит? Мы все прекрасно знаем, что этот режим преследует, подвергает репрессиям, штрафует, сажает на 15 суток и более в тюрьмы. И в этих условиях тысячи протестующих вышли на улицы. Они ничего не боялись. Они вышли с семьями, с детьми. Это говорит о том, что наше общество созрело. Созрело для больших политических перемен. И они хотят перемен. Все те, кто вчера вышли, вышли с протестами, они вышли на острие народных интересов, выразители народных интересов. Вчера Назарбаев был жестоко напуган. Он и сейчас напуган. Полиция стоит на этих известных площадях, где мы обозначили место сбора. Стоят люди, типа черепашки, ниндзя, бронерной одежде. Все напуганы, видите, через каждые два метра. И между этими полицейскими идут наши прохожие. Вот представьте себе, что в масштабах страны так и происходит. Мы живем как бы в тюрьме. И вам есть определенные коридоры, где вы можете пройти, если вы сделаете одно неосторожное движение, то мгновенно эти полицейские вас накажут, задержат, посадят в тюрьму. Многие из вас это, наверное, до конца не осознавали. Но вот сегодня около дворца Жастар или старой площади Алматы продемонстрировало, в какой стране живем. Мы живем в тюрьме. Если говорить о том, что произошло по выборам, даже фальсифицируя итоги выборов, даже имея сверху донизу своих представителей Центральной избирательной комиссии, даже имея во главе Центральной избирательной комиссии своего родственника Береки Машева, который является сватом Дарьги Назарбаевой, куда? Дарьги Назарбаевой, даже при этих обстоятельствах был тотальный вброс фальшивых бюллетеней. Были ручки, следы которых стирались. Вы видели видео, были массовые вбросы, пачками вбрасывали. Вы видели карусели. Весь набор фальсификаций, которые производил ранее на султан Назарбаев, все делалось и в этот раз. Но было отличие. В этот раз общество было активным. Были те, кто хотел проголосовать за своего кандидата и добиться, чтобы их голоса не были украдены. Были другие, которые бойкотировали активно итоги выборов и вообще, собственно, сами выборы и тысячами вышли на улицы нашей страны. И, собственно, это привело к тому, что вчера вы увидели гигантский объем фальсификаций. Гигантский. ОБСЕ уже сделало заявление, что Казахстан не следует международным стандартам, не уважает свое общество, не выполняет международные соглашения и так далее. Текст вы можете заявление ОБСЕ прочитать. Да, какие-то наблюдатели, которые находятся, ну, приехали из страны СНГ, из России, и все прочее, они, закрыв глаза, скажут, что все было хорошо. Но вы знаете, что этих протоколов фальшивых вброшено сотни тысяч, миллионы, и у многих наблюдателей факты на руках. Но когда нет возмущенного кандидата, в частности, должен был Хасанов сказать, что я не согласен с итоги выбора, обратиться в суд, показать все это, когда он это все не сделал, вы понимаете, что нет пострадавшего соответственно, и жаловаться вам будет некуда. Даже вы пожаловайтесь, эти суды, они будут все время говорить, что все нормально, все нормально. Поэтому вы в очередной раз, я думаю, что убедились, и в этот раз в связи с тем, что было очень много новых избирателей, молодежи, которые не проходили тот путь, который прошли мы за эти 30 лет. Тотальные фальсификации, ложь, принуждали силовым образом голосовать за Тухаева, создавали разные площадки, нагоняли студентов, то есть вы сами на себе испытали тотальную фальсификацию итогов выбора, тотальную. Наше государство больное. Больное, так как в свое время таким же больным был Советский Союз, лживое государство, которое проповедовал лживые ценности, обманывало, и оно в итоге развалилось. Как я говорю, хорошее не может развалиться, разваливаться дряхлое и плохое. И вот всю эту технологию, которая в конеч счете приведет к развалу этого политического режима, освоил Нурсултан Назарбаев. Вся его власть лживая, она репрессивная, она не дает вам жить, она грабит миллиардами, она преследует инакомыслие, она не выполняет конституцию, он себе построил бессрочную власть, когда все богатства страны принадлежат ему и узкому политическому окружению. Вот, собственно, вчера вы сами увидели на этих выборах, что этот режим невозможно исправить, этот режим лживый, его мы должны поменять. Собственно, поэтому вчера был очень серьезный, мужественный шаг со стороны тысяч протестующих, которые вышли на улицы нашей страны. И они показали свою волю, силу, и вы видели, как напуган этот режим. И наши граждане ожесточенно сопротивлялись, боролись с действиями полициями бесстрашно, бесстрашно. Я вчера для себя лично с гордостью убедился, что мы такой же сильный народ, как армяне, мы такой же сильный народ, как грузины, мы такой же сильный народ, как украинцы, как алжирцы, и как многие другие, которые сумели сбросить ненавистных диктаторов. И мы тоже сбросим. Мы на пути к этому, мы двигаемся сейчас семимильными шагами. Вчера и сегодня наш народ показал, что они не намерены терпеть эту политическую мафиозную верхушку. Не намерены. Поэтому я хочу всех вас поздравить с тем, что вчера национальное самосознание нашего народа проснулось. Она показала, что мы будем добиваться перемен любым путем. Падение этого режима теперь неизбежно. Уважаемые друзья, в предыдущих эфирах я говорил, что если в основных ключевых городах порядка 3-5% выйдет на улицы, то этого достаточно, чтобы произошла смена режима. В частности, в Астане живет миллион человек, 3% 30 тысяч, в Алма-Ате порядка 2 миллионов 50-60 тысяч, такого количества протестующих достаточно, чтобы добиться полной смены режима. Поэтому общие цифры понятны, они научно обоснованы, проверены международной практикой, и мы знаем, куда идти. Тысячи людей выходили в Астане и Алматы, но не было тех самых 3%. То есть нам нужно добиться, чтобы в этих городах как минимум вышло 50 тысяч и 30 тысяч в Астане. Тогда будет смена режима. Тогда 2-3 тысячи полицейских, которых сумеет мобилизовать Нурсултан Назарбаев, ничего не смогут сделать, потому что у нас будет минимум 10-ти кратные и 15-ти кратные преимущества в численности. И мы сможем этого добиться. Это уже видно. Сегодня наши сторонники требовали, чтобы мы сделали обращение, снова мобилизовали людей, выходили на митинги. Уважаемые друзья, мы это сделаем скоро. Мы сделаем это очень скоро, чтобы вы знали, инаугурация такая будет 12 июня, то есть сегодня еще не объявлены итоги выборов официальные, а 12 июня уже будет инаугурация. Вы видите, в какой спешке и панике находится Нурсултан Назарбаев. Как я говорил, паника на противной стороне это половины победы. Мы должны добиться успеха уже в этом году, и мы добьемся, мы должны сделать очень простые вещи, просто проводить большую работу агитационную и добиться, чтобы люди перестали бояться и вышли на улицы города Алматы, Астаны и областных центров, чтобы Нурсултан Назарбаев не мог мобилизовать полицию из других регионов и привезти в Алматы и в Астану. Мы должны там парализовать местных полицейских, а сейчас получилось так, что он привез полицейских из Тадогургана, из Караганды, из Павлодара, из Кокшетал, потому что там не было таких массовых акций протеста. Поэтому мы понимаем, что делать, но Султан Назарбаев понимает, что крах неизбежен, он будет сопротивляться, и я хотел бы рассказать о тех приемах, которые будут использовать власть, чтобы продлить свою политическую жизнь. Приемы будут очень простые. Все время будут находиться козлы-провокаторы, куклы-власти, которые будут использовать те или иные приемы, стягивать на себя часть электората и делать для того, чтобы мы не смогли собраться, обедниться в один мощный кулак и добиться смены режима. Они будут стараться все время ослаблять. Вчера эту роль выполнял Амиржан Кусанов. Он говорил, что будем добиваться перемен. Он же говорил, что если итоги выборов его не устроит, он выведет людей на улицы. Еще не были озвучены итоги выборов. Он только утром вчера пошел голосовать и сразу заявил, что его все устраивает, все хорошо. То есть он выполнял заказ власти, он стянул на себя электорат, он легитимизировал эти выборы своим участием, чтобы сказать, что вот была явка очень большая, достаточная, он выполнил ту задачу, которую перед ним поставили. Это очередная политическая проститутка власти, который под видом, что он оппозиция, он сумел обмануть людей. Я думаю, что вы сейчас это хорошо осознаете. И он теперь пойдет делать следующие обманные действия. Он будет создавать партию, найдутся безусловно среди тех, кто голосовал за него обманутый, которые скажут, а, Косанов он был хитрый ход сделал, он сейчас хочет прийти в парламент, добиться большинства и так уже обойти. Прямо не смог вот так вот хитро сбоку, мы ведь в жизни тоже так маневрируем. Это все ложь и вранье, и он показал, продемонстрировал, и надо прекратить в это верить. Потому что все предыдущие годы Нурсултан Назарбаев занимался тем, что тоже создавал партию Акжол, там еще какие-то партии, все время уводил в сторону, дробил, а те, кто четко формулировал мысль, четко говорил, какие задачи стоят перед нами, и пытался объединить реальную силу, которая в конце концов добилась бы перемен, он таким образом дробил, и говорил, эти радикальные, эти экстремисты, а вот эти конструктивные, давайте договариваться, этот прием он применял постоянно, сейчас власть создает всякие общественные движения, всякие площадки, Хасанжимар такая будет говорить, что вот мы готовы договариваться, вот одна площадка, создавайте движение, например, типа Оян, это наивные молодежи думают, что в один день у нас власть проснулась, и с ними именно будет конструктивное отношение, на самом деле этого не будет, потому что это уже пройдено, пройдено тысячу раз, и многие из вас свидетели этого, Оян, не Оян, все это бесполезно, потому что у нас, в нашей стране преследует за пустой плакат, за пустой плакат, и тут выходит Хасанов или это движение Оян, говорит о том, что они будут строить, образовывать гражданское общество, это все ерунда, этот режим никому не даст и рта открыть, вы видели этот концлагерь, людей в масках, это все перед вашими глазами и сейчас, поэтому нужно прекратить обманываться, этот режим не в состоянии меняться, но султан Назарбаев всегда будет создавать видимость, появится один, второй, третий кукла, показывает, что вот электорат, вот национальный, национал-патриот так называемый, я хотел бы еще вам предостеречь, рассказать, что сейчас создана еще одна кукла, подготовленная, это наш Акын Ренат Заитов, ну, Акын и Акын, но послушайте, что он сказал, что вот партия Нуратан плохая там и все прочее, да, а кто владелец Нуратана, Нурсултан Назарбаев, вчера Косанов тоже говорил, министры плохие, ну, пример немножко неплохой, но никогда не говорил, что за всем этим стоит Назарбаев, он стержень этой политической системы, то же самое теперь берется поэт Акын Заитов, который говорит, ну, Нуратан, Казахн Жау Нуратан, и вот он уводит в сторону, здесь стоит во главе Настрия Назарбаев, он все, все плохие, только вот Назарбаева он не трогает, это очень простой механизм определения, сегодня Заитов заявил, что он создал партию, призвал, чтобы сторонники пришли, якобы он не согласен с итоги выборов, приехало там 50 или 100 человек, полиция их не трогала сначала, они шли, потом похватало, это для чего сделали, для того, чтобы пар спускать и давить, давить, а вы посмотрите, когда мы организовываем митинги, что происходит, в этом месте не работает интернет, полиция выходит с масками, с дубинками, все это место окружает, вот как реально борется с оппозицией Назарбаев, когда давит именно, знает, кто будет реально сопротивляться этому режиму, а эти куклы, как Заитов, как Пасанов, они теперь будут создавать партии, обманывать вас, за собой вести, при этом, что может Заитов, нет вопросов, наверное, Кун хороший, что наша вся страна будет песней петь и будет богатой страной, что ли, это цель, чтобы вы говорили, что мы ему верим, потому что он критикует, где он критикует, на лучших сценах страны, у нас тут просто на улице людей с плакатом ловит, а он поет, критикует, Нур-Атан на лучших сценах страны, нужно просто быстрее политически образовываться и понимать, все будет делать для того, чтобы растащить всех в разные стороны, столкнуть между собой разных, шалахазахтиб, нахазахтиб, аудунхазахтиб, отстухазахтиб, араснберн, отщикб, и нас хотят растолкать, нас хотят растолкать, растащить, поэтому мы должны прекратить этому верить, прекратить обманываться, мы должны стать грамотными. Вот собственно что хочет делать народ и власть. Я в этой связи хотел бы сказать какие перспективы режима. Перспектив никаких нет. Перспектив никаких нет, потому что в целом народ уже для себя решил, этому режиму нет места в нашей стране. Нет места на султан Назарбаево, когда кто-то говорит, что давайте оставим, но султан Назарбаева, пусть ему статус будет бренч ельбасы волсон, брак укмитен кецин, есть такие слова, вы слышите, чтобы он в государстве не работал, но пусть он там, пусть останется ельбасы. Это неправильно, этот человек должен быть наказан за все эти преступления, которые совершил перед народом. И поэтому такая риторика, она еще раз говорит, что все время эти люди уводят в сторону. В сторону мы не можем объединиться, потому что каждый раз у нас часть людей оттаскивают, и мы не можем собрать десятки тысяч людей. Вот для этих целей такие люди используются. Уважаемые друзья, вы не должны обманываться, вы должны понимать, что цель у нас одна, смена режима, все те куклы, которые будут использовать, обманывать вас, вы должны прекратить им верить. Они себя уже показали. Все те, кто поддерживал Хосанова, это все куклы власти. Тот же самый Ермек Нарымбай, который сидит в Украине, я много раз говорил, что это провокатор, шестерка КНБ, который вчера ночью вышел, начал плакаться, ты нас обманул, Амиржан Хосанов. Тот же самый Заитов говорит, это все люди в сговоры, которые выполняли четко определенную цель, которую поставил этот режим. И мы все должны в этом научить разбираться. Я знаю, что будут еще много обманутых людей, они будут «Нет, вы должны прекратить этому верить и четко знать». Это люди, куклы Нурсултана Назарбаева. Уважаемые друзья, я еще раз хочу сказать, что вчера был успех, Назарбаев напуган, мы показали, что можем объединяться, мы сможем объединиться и наша задача не меняется. В этом году, до конца года, я уверен, если мы будем продолжать наращивать наши усилия, объединяться, быстро двигаться, то мы добьемся смены режима. Эта цель перед нами стоит и мы будем этим заниматься. Теперь, как будет действовать Назарбаев, все понятно, он будет стараться строить монархическую структуру, Такаева он будет использовать, чтобы он называл города его именем, передал власть Даригье Назарбаевой, он будет изображать, что он независим президент, на самом деле у него нет вообще никакой власти, он просто сидит и подписывает. Это вы все должны четко понимать. Поэтому, друзья, я обращаюсь к нашим сторонникам. Мы любые акции, митинги будем тщательно готовить, не будем их проводить каждую неделю или каждые три дня или каждый вечер. Эти действия требуют организационных усилий. Поэтому, я обращаюсь к нашим сторонникам, которые сейчас стоят на улицах, я хотел бы сказать, что следующую акцию мы объявим в ближайшее время, согласовав с вами в чате активист ДВК в результате обсуждения в таком прямом эфире. Поэтому, сейчас, давайте будем объединяться, привлекать как можно больше наших сторонников и в следующий раз нас выйдет значительно больше и в результате буквально ряда таких действий мы в конечном счете добьемся, чтобы на улицы страны вышли десятки тысяч. Поэтому, я считаю, что мы вчера сделали важный шаг, мы вчера победили, победили свой страх, мы до смерти напугали на султана Назарбаева и мы вчера увидели, что народ наш может, народ наш сильный, он такой же, как другие народы. Я уверен, что этот же оптимизм есть у вас. Алга, Казахстан!